Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Кто вновь зашел на канал, входите в курс дела, чем занимается наше предприятие, так скажем. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. Я сейчас нахожусь на работе, как и многие наши друзья, которые находились на улице. И дальше будет ролик о том, где они находятся. В частности, сегодня есть видео о Валерии Губашролёпе нашем и Валерка Беларусь. Где они находятся, что они делают и как они относятся вообще ко всему происходящему, что с ними случилось за последнее время. Смотрим. Ну вот, господа, Бульбаш с губой находится в санатории Рай, называется ЛТП для взрослых. Здравствуйте, господа. Как вы себя чувствуете? Потихоньку, маленечко. Приеме всех парной. В приюте Рай. Нет, это пионерский лагерь. Пионерский лагерь для взрослых, да? Да, да. Пионерский лагерь для взрослых. Ну, расскажите, как вам здесь? Очень тяжело словами передать, когда человек любит хозяйство. Мои первые ощущения, вообще первые ощущения были. Очень простые. Я когда увидел вот этих гусей, увидел кроликов, меня даже ничего не волновало. Я сразу про отчаянику подбежал. Правда, я перепутал. Я думал, эти соты стоят. Думал, что здесь пчелы есть. Оказывается, это кролики, их много. Гусей много. Жить. Ну, в общем, скажем проще, шикарно. По одной простой причине. Отношения. Вот отношения складывают отношения. Главное отношения, конечно. Это здесь просто великолепно. Вот здесь все, по-моему, и по роже видно, все там, все как положено, все чистенькие, опрятненькие. Попрылся, молодец, братан. Ну, а как же мне? Я только заметил. Ты чего? Это обязательно, елки-палки. Я вообще работаю. Вот так вот здесь живут, ребят. Сейчас парил тут, чтоб было. Но я парку добавил сейчас себе. Немножечко, немножечко, но добавил. Пока еще. Ты не сижу на кирпичей, это? Да, на камне, а куда ты берешься? А, вряд ли, не беспонтовая. Не, нет. Фига себе беспонтовая. Ты знаешь, какой жар? Не, у меня жара сегодня такой нет. Ну, ты-то натопил хорошо. Ну, что, Валерик, ну расскажи. А что расскажу? Про баньку. Про деревенскую баньку. Ну, в общем, заходишь. Девок-то хоть не было? Да, пока не было. Ну, я думаю, пока. Ну, будешь вот и стопником, и этим, как его, парильщиком. Будешь парить женщин. Женщин? Ой, я извиняюсь. Не-не-не, не женщин. Не, я и женщин, конечно, попарил бы. Но для нее нужен определенный винлик. Да, конечно. Без веток. И без листов. Таких не попаришь. Ну, что там, чаек, да, вы сейчас будете? Чаевничек. А че, конечно, чаек. Чаевничек. Крепкий чай. После баньки. Да, кто не знает, на самом деле. Это моя бабушка мне рассказывала. Привет. Сейчас. Давай. Привет. Привет, Алик. Как дела у тебя? Расскажи. О, окей. Чем занимаешься, Алик? Бомжую. Бомжуешь? А где ты бомжуешь? По лобке. Ясно все. Ну, кушать есть у тебя? Все нормально? Во, целая сумка. О, молодец ты. И че ты сейчас, че будешь собирать, Алик? Банки. А потом? Бухать. А сколько нужно банок собрать, Алик, чтобы купить бухла? А, килограмм три. Килограмма три? Да. А это штук сколько? Ну, по 60... 60... Это 120. 120 банок нужно? Нет, 180 банок. 180. Видите, еще даже мозг не пропил он. Сколько ты уже лет бомжуешь, Алик? Пятый год. Пятый год? Да. Ну, по-моему, уже не пятый год, а пятнадцатый. Ну, раньше я работал, когда паспорт у меня был. А теперь че? А теперь без паспорта, без документов, без работы. Придется банка собирать, металл. Алик, а домой поедешь, если мы тебе купим билет? Нет. Ну, тогда передай родителям привет, Алик. Ну, мать царства небесная, а отец живой. Ну, отцу передай привет. Привет, отцу. Сестре передай привет. Сестренки, держитесь. Ну, ты, если что, Алик, заходи. Ты же знаешь, где. Ну, че ты, бабай, пошел, все. Да. Да? Ну, все, сигареты есть у тебя. Спасибо. Давай, приди, блядь, приведи себя в порядок, блядь. Ну, я после пяти подойду. Все, давай, пока. Пока-пока. Батя, вот, блин, я, как оказалось, запись не нажал, ребят. Наоборот, все сделал. Достает баночки из этой, из помойки. Хлещет. То, что осталось в банках. Подойду, ему сотку дам. Пробьет. Хусик пусть пробьет. Ебатер. Батя, что ты там нашел, здорово? На тебе сотку. Купи себе чекушку нормально, не лазь там по помойкам. Ты откуда здесь взялся? Да, я тоже, по ней, по ней. Встал дома? А? Откуда приехал? Откуда ты взялся здесь? Я тебя раньше здесь никогда не видел. Я был, по ней, по ней, по ней, по ней, по ней, по ней. Пьяный ты, короче, да? Я понял, ладно. Иди купи себе нормальное что-нибудь. Или пожрать купи себе. Не лази там по помойкам. Глядь, пиздец. Дорогие подписчики. Сразу вам говорю. Добрый вечер. Передавайте привет огромной единственному человеку под названием маэстро Ксане. За то, что он нас вот так вот привел на путь исправления. Сами видите, все прекрасно. Надеюсь на долгие обязательства. Подписывайтесь обязательно на его канал. Обязательно. Потому что этот человек, он отвечает за свои слова. Тем более, он не просто отвечает за свои слова. Он еще может к вам и в гости приехать, если вы пригласитесь. Вот такой, ну, к сожалению, сейчас он, наверное, на работе. Не знаю пока. Так что подписывайтесь на его канал. Обязательно. Этот человек помогает людям в самых тяжелых северах. Вот мы, вы сами видели, в каком я состоянии был. И как сейчас выгляжу. Это моя повседневная одежда. Есть, конечно, рабочая. Вот так я теперь буду ходить. Так буду выглядеть. Ну, немножко подкачаюсь, конечно, с нашим питанием. Это можно не просто подкачаться, а стать культуристом. Спасибо, ребята, за просмотр. А я вот продолжаю работать. Время уже позднее. Но работы много и вся срочная. Поэтому, наверное, остаюсь я на работе. А может быть и нет. Сейчас мы решим. Спасибо за просмотр. Спасибо, что с нами. Всегда ваш, маэстро. Маэстро. Продолжение следует...